Здравствуйте! Чем вы тут занимаетесь? Материев Смолки. Материев Смолки. На днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, продолжая тематику Дня Знаний, проведал один из двух екатеринбургских кванториумов. То, что размещается на площадке обновленной Свердловской детской железной дороги в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. А чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в том, что все здесь по-взрослому, экскурсию вел настоящий железнодорожный генерал, начальник Свердловской взрослой железной дороги Иван Колесников. У нас состава уже очень много, и у всех органы управления разные. Мы одинаковые тормозной кран машиниста, и локомотива, и поезда, а все остальное разное. И мы нам вот эту панель, эту тач-панель, выводим разные органы управления, и фактически ребенок, уже сейчас, не дожидаясь практики, может повторить необходимую последовательность действий, а уже в практической части это все делает. А вот эта карта нашей любимой Свердловской области и карта узкоколейных железных дорог. Когда спрашивают, почему мы вообще занимаемся узкоколейными дорогами, я легко отвечаю, что где-то там пятая часть Свердловской большой железной дороги перешитая узкая колея. Вся Надеждинская, вот все Серовское направление, это была узкоколейная железная дорога. А сейчас она для всех нас привычная, ширококолейная 1520. Главе областного правительства, по чьей инициативе, кстати, была затеяна программа «Уральская инженерная школа», отлично помогающая в профориентации школьников, продемонстрировали основные возможности технопарка «Кванториум». Это и обучение с помощью виртуальной и дополненной реальности, и тренажеры, и симуляторы, и моделирование с использованием возможностей 3D-принтеров. Но все это с учетом специфики в условиях реально работающей, хоть и детской, железной дороги. Вот не просто так сделано, что это неповторение у органов управления, у которых есть ласточки, у современных электровозов, проверка в деятельности только что была. Вот все то, что мы с вами видим в обычном поезде. Это придумали наши дети. Это дети наши сделали аппарат, который лазером, машинным зрением замеряет расстояние на контактах. Вот с этим аппаратом мы выиграли конкурс в Русской области и поедем на Россию. А вот это рельсоход, квадрокоптер. У него задача прилететь, сесть на рельсы, подъехать к ИЗСКУ, замерить сопротивление, передать на планшет данные и улететь. На всероссийском конкурсе два года назад наши дети с ним выиграли первое место и заплатили миллион рублей. ВДНХ проходил, общий российский, самый большой. Мы на всех порвали. На сегодня в Средневоской области успешно действует пять таких квантуриумов, в которых техническим творчеством на современнейшем оборудовании занимаются более 20 тысяч детей. Средневоской оборудовании Средневоской оборудовании